Привет, друзья! Сегодня у меня на повестке видео 10 отличных стратегий, в которые стоит поиграть, если еще не играли в них. Видео подойдет для тех, кто любит размышлять, планировать и принимать важные решения. Давайте не терять времени и перейдем к подборке хороших стратегий. Workers Resources Soviet Republic Это захватывающая стратегическая игра, которая перенесет вас на несколько десятилетий назад в Советский Союз. У вас есть возможность насладиться давно забытым миром со своими законами и правилами, которые сильно отличаются от сегодняшних. Вы начинайте с основания небольшого городка. Постройте несколько многоэтажных домов, соедините их дорогами и возведите соответствующие инфраструктурные здания. Вы также должны будете подумать о фабриках, заводах и других объектах, которые обеспечат жителей работой. Заботьтесь о благополучии своих сотрудников, своевременно удовлетворяйте их потребности, тем самым постепенно вы сможете расширить свой город, превратив его в огромный мегаполис. Позже вы сможете построить полноценную республику с собственной экономикой, логистикой и даже инвестиционной политикой. Не забывайте о своей армии, ведь враг может в любой момент вторгнуться в ваши границы и попытаться отвоевать ваши земли богатые ресурсами. Развивайте экономику, делайте свой народ счастливым и безопасным, чтобы ваша республика могла стать страной мирового класса. Катаклизму. Это атмосферная стратегическая игра, погружающая игроков в мир постапокалипсиса, где остатки человечества борются за выживание. В игре вам предстоит возглавить небольшое поселение, защищая его от множества угроз, включая нападения мутантов и природные катаклизмы. Строительство и укрепление базы, управление ресурсами и развитие технологий – все это играет ключевую роль в обеспечении выживания ваших людей. Геймплей игры сочетает в себе элементы выживания и стратегии, требуя от игроков продуманных тактических решений и умелого планирования. Различные миссии и случайные события делают каждое прохождение уникальным и непредсказуемым, добавляя реиграбельность и глубину игровому процессу. Великолепная графика и атмосферное звуковое сопровождение создают мурачную и напряженную атмосферу, усиливая ощущение отчаянной борьбы за жизнь в мире после катастрофы. В целом, катаклизм – это увлекательная стратегия для всех любителей жанра, предлагающая уникальный и захватывающий опыт выживания в разрушенном мире. Норланд – амбициозный проект, представляющий собой уникальный стратегический симулятор, который перенесет нас в захватывающий мир средневековья, чтобы исполнить очень важную миссию. В этой игре тебе предстоит взять на себя роль основателя скромного поселения, который необходимо постоянно расширять и развивать, превращая его в процветающий город с развитой инфраструктурой и неограниченными перспективами. Здесь ты обладаешь полной свободой выбора и вариативностью действий, постепенно строя миролюбивый город, вкладывая усилия в развитие экономики. Или же ты можешь вступить на вражеский путь и развязать войну со смежными поселениями, сея страх среди местных жителей. Основой игрового процесса является установление социальных связей с различными персонажами, одни из которых станут твоими преданными союзниками, а другие будут делать все возможное, чтобы тебя уничтожить. На протяжении всего прохождения игры необходимо быть бдительным и постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы не дать противнику ни единого шанса. Графика уникальна своим стилем рисовки и позволит тебе полностью погрузиться в события этого удивительного мира королевства Норланд. Штормгейт – это многопользовательский игровой проект, который сочетает в себе экшен и стратегию в режиме реального времени. Сюжетная линия будет рассказывать о вселенной, которая совершенно недавно пережила постапокалипсис. Именно здесь можно встретить прекрасную комбинацию фэнтези и научной фантастики. Все действия в линии сюжета будут разворачиваться во вселенной после катастрофы. Она произошла из-за вторжения инопланетных существ. Именно по этой причине все человечество полностью вымерло. Небольшая часть людей, которым все-таки посчастливилось выжить, отправляется на сражение против инопланетных захватчиков. Отдельно стоит выделить тот факт, что здесь игроки могут даже самостоятельно создавать уникальные локации для сражения, а потом проводить матчи на их территориях. Режим создания очень богатый и без лишних проблем может создавать удивительные игровые проекты. При желании можно даже вносить кастомизацию в имеющихся персонажей, чтобы они лучше вписывались в новый антураж сражений. Все зависит только от геймеров и их фантазий. Terra Escape позволяет геймерам построить свой собственный город, благодаря широкому выбору колод, предлагающих уникальные здания и возможности расширения. Вы можете стратегически разместить свои карты на игровом поле, чтобы заработать очки и открыть новые награды. Вам нужно будет тщательно продумывать влияние каждого здания на ваш город, включая его влияние на другие здания, природные ресурсы и местность. Собирайте положительные факторы влияния, чтобы получить бонусные очки, но остерегайтесь отрицательных факторов, которые могут помешать вашему прогрессу. По мере накопления очков вы получаете доступ к новым колодам и зданиям, что позволит вам специализировать свой город и открыть еще больше возможностей. Но будьте осторожны, неправильный выбор карт может отбросить вас назад, поэтому планируйте свою стратегию с умом. Благодаря процедурным картам и сложным миссиям Terra Escape предлагает бесконечные возможности для игры. Godsworn – это фэнтезийная стратегия в реальном времени, действие которой происходит во время северных крестовых походов. Захватывай контроль над божественным героем, собирай поклонников, созывай великие армии смертных и мифических существ и разгроми своих врагов, чтобы доказать свою правоту во главе этих земель. Обладей различными божественными героями, каждый из которых обладает своим набором способностей. Герой получает уникальных юнитов и здания в дополнение к тем, что есть у фракции, что делает каждого из них уникальным в своем стиле игры. Защищай своих последователей и пылай огнем солнца, как богиня Сэлл, или атакуй под прикрытием тьмы, как богиня луны Менес, или же присоединись к ордену и порази язычников, как Архангел Михаил. Infection Free Zone – это стратегическое выживание, где игроку предстоит отвечать за последние остатки человечества и пытаться вернуть им власть хотя бы над одним городом. Все ресурсы очень ограничены, и расширение населения одновременно хорошо и катастрофично, так как потребление всего продовольствия возрастает в разы, а значит необходимо расширять территории и увеличивать производство. Все помещения вокруг можно задействовать в своих целях, восстанавливать до комфорта и придумывать им новые применения. По сюжету вирус безумия начал стремительно захватывать население всех стран, заставляя людей сходить с ума и нападать на здоровых. Они стали фактически живыми агрессивными мертвецами, больше неспособные на разумные решения и нападающие на все живое и незараженное. Правительство пало практически мгновенно, вокруг воцарился хаос и паника. Лишь спустя несколько месяцев выжившие начали объединяться между собой и приняли решение создать свободные зоны. Но для этого необходимо не только выбрать территорию, но еще и полностью зачистить ее от остальных зомби. В Infection Free Zone игрок может выбирать любой из больших городов мира, который будет представлен в формате макета. На нем игроку предстоит отстаивать и занимать нужные помещения, отлаживать производство, проводить электричество, собирать отряды для разведки и поиска припасов. Без автомобиля этого делать определенно не стоит, так как больные обычно нападают огромными толпами и легко загрызут даже вооруженную группу. Manor Lord – стратегическая игра в эпоху Средневековья. В центре игровых механик реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с фражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься возведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически. Присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подходить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталия представляет собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать. Дюна Spice Wars. Это фантастическая стратегия в реальном времени с элементами глобальной игры. Действие игры происходит в вымышленной вселенной Дюны, которая стала темой многочисленных книг, фильмов, сериалов и игр. Сюжет основан на первой книге, но в значительной степени опирается на фри-то-плей игру, где каждый игрок создает свою собственную историю. Игроки смогут выбрать одну из четырех доступных фракций и привести ее к победе в войне за планету Аракас и ее ресурсы. Игра ловко сочетает в себе классические элементы РТС, а также глобальную планетарную стратегию. Таким образом дается глобальная карта, разделенная на участки. И именно на этих участках ведется война с другими фракциями. У каждой стороны есть свои сильные и слабые стороны, как в плане технологий, так и в плане войск. На глобальной карте рассматриваются крупные вопросы, а также интриги и дипломатия, в то время как на обычной карте происходят кровопролитные сражения. Игроки могут строить различные сооружения, использовать полученные ресурсы для обучения войск и строительства новых транспортных средств. Отрядами можно управлять, а сами сражения масштабны, в них участвуют десятки войск. Все здания, локации и юниты в игре имеют проработанную графику и довольно узнаваемый дизайн. Age of Mythology Rattled Это ремастер оригинальной стратегии аж 2022 года. Это боевая стратегия в реальном времени, действие которой происходит по открытому фэнтезийном мире. Для развития собственной расы дается несколько эпох. К ним относятся экономическое образование поселения, войны за новые территории с соседними племенами и государствами, а также политические направления внутреннего и внешнего управления. Основные ресурсы для строительства должны быть получены за счет привлечения населения. Золото является основной валютой, признаваемой всеми участниками игрового процесса. Его добывают в шахтах или за счет торговли. Состав и размер армии зависит от казарм, построенных на территории крепости. Все страны имеют мифическое происхождение и поэтому их защищают боги, влияющие на расстановку сил в битвах. Здесь также доступен многопользовательский режим, в котором вы можете создавать альянсы и сражаться с противником в компании своих друзей. В ремастере полностью обновлены механики, влияющие на физику действий и визуальную составляющую. Древние легенды и мифы снова сплелись в единую интересную историю, где герои призваны возродить величие древнего мира. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное и вдохновляющее в моей подборке стратегий. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые увлекательные видео о играх и стратегиях. Удачной игры и до новых встреч, друзья!